Локомотив становится главным игроком на трансферном рынке. Железнодорожники сегодня объявили о приобретении еще нескольких игроков. Александр Рябков о тех, кто переезжает в Ярославль. Локомотив все-таки подписал Алексея Калюжного. Клуб официально подтвердил его переход. Возможность его переезда в Ярославль в хоккейной среде обсуждалась всю последнюю неделю. За свои 34 года он 7 раз выступал на чемпионатах мира за сборную Белоруссии и трижды попадал на Олимпиаду. Список его наград и титулов впечатляет. Вот только несколько. Обладатель Кубка Европейских чемпионов, обладатель Кубка Шпенглера, дважды чемпион России, обладатель приза секунда за самый быстрый гол в КХЛ. Последние два сезона до перехода в Локомотив Алексей провел в Омском авангарде, причем был капитаном команды. Играя в России, Калюжный провел 900 игр и забросил более 200 шайб. В списке официально подтвержденных переходов второй волны числится также 32-летний вратарь сборной Казахстана Виталий Колесник. Три прошедших сезона он защищал света ухимского Салавата Юлаева. Его составе стал обладателем Кубка Гагарина в прошлом году. Успел Виталий сыграть и за океаном. Там он провел два сезона, в том числе и за основной состав клуба НХЛ «Колорадо Эвеландж». В составе появятся еще два нападающих. Связка бомбардиров в Новосибирской Сибири. 27-летняя Юрий Петров и Александр Черников. Вместе они заканчивали хоккейную школу Тольятти, потом играли за Ладу и вместе пришли в Сибирь. И теперь также в паре начнут следующий сезон в Локомотиве. В Сибири оба нападающих отличались отличным взаимодействием на площадке. С учетом сегодняшних новичков, железнодорожниками стали уже 12 игроков. Пока, правда, не ясно, все ли попадут в основной состав. Возможно, некоторые будут заявлены за команду, выступающую в высшей хоккейной лиге. В составе же для КХЛ остается еще три вакансии для легионеров. Александр Рябков, городской телеканал.